Сейчас я продолжу тему, связанную с православием, хотя это не совсем относится полностью к православию, но тем не менее основа этого предмета тематического ряда это православная школа первопечатных книг. То есть получается, что на Руси, в Российской империи, в Киевской Руси, можно сказать так, в Московской Руси книгопечатание у нас вышло, вы знаете, с Кирилла и Мефодия X века, но в XII веке уже было более-менее ясные первоисточники, как там слово о полку Игореве и так далее. То, в общем-то, книгопечатание как таковое, оно перешло от Европы, от Гутенберга, и в России книгопечатание началось во второй половине XVI века. Первые книги, которые известны сейчас и которые хранятся в более-менее доступном виде, на наш взгляд, датированы где-то 80-ми годами XVI века, то есть 1580-1590-е годы. Ну вот, в нашей коллекции всего старопечатных книг с датировкой от 1592-го до 1903-го года, где-то в количестве около двух с половиной тысяч. Понятно, что это предметно-тематическое направление, оно уникально само по себе, но почему? Во-первых, книга несет, это кладезь знаний, кладезь знаний с точки зрения той информации, которая в ней уже заложена. То есть, если вы берете первоисточник 1600-х годов, даже Библию, например, до Раскольной, до 1666-го года, то вы, естественно, можете оперировать намного точными фактами по каким-либо изложениям, каких-либо стихов или каких-либо позиций, связанных с библейскими канонами, нежели чем тот человек, который обладает современной Библией. Она много раз переиздавалась, сама же церковь уничтожала много книг, которые сама же печатала, придавая анафеме кого-либо из старопечатников. То есть, эта книга сама по себе, она несет знания, которыми человек, будучи специалистом или серьезным коллекционером, на наш взгляд, должен обладать. Ну вот, наша библиотека, она шла от нас, от наших прадедов. Вот, было вначале не так уж много экземпляров, там порядка 20 книг церковного содержания, старопечатных. Но когда мы уже всерьез обратили на это внимание достаточно такое пристальное, углубленное изучение и внимание, собственно говоря, к этому предмету математическому, мы начали сколлекционировать такие фолианты. Ну вот, последний факт говорит о том, что, например, книга 1644 года «Псалмы» была куплена в октябре прошлого года за 14,2 миллиона долларов австралийским магнатом каким-то, который передал эту книгу в библиотечный фонд Австралии. И была информация такая, что этих «Псалмов» было издано около 1700, чуть больше 1700 экземпляров в 1644 году. А на сегодняшний день известно их 11. То есть, вот вдумайтесь, смотрите, 11 экземпляров известно в разных библиотеках или в разных хранилищах, в том числе, наверное, и в частных. Человек покупает за 14 миллионов редкий экспонат, и таким образом он поднимает стоимость и ценность этого предмета математического раза в ряды. Вот в нашей коллекции, вот сейчас вы увидите, на моем столе две, два издания. Это издание одно 1617 года и 1608 года. Одна книга, вот она в руках у меня, «Осмогласник» 1608 года. Изданий таких нету, нам не удалось нигде найти. Значит, книга имеет очень много маргинальных записей, я вот боюсь ее брать, она очень ветхая. Вы видите, здесь написан текст, который говорит о том, где она хранилась, каким образом, по приказу какого архистратига, и вот этого епископа, и даже по, да, в честь архистратига. И тут, в общем, написано по приказу, по письму какого иерарха церковного она была приобретена. Книга очень ветхая, она содержит очень много информации, например, в частности, кто такой Аникита Федоров Фофанов. Вот это первопечатник, который издал эту книгу. То есть имя даже не Никита, которое современное, а Никита. Это имя старославянское, оно идет к истокам, наверное, Скифии. Вот, и Аника Воин произошел отсюда. Вот здесь это все очень хорошо изложено. В старых книгах, вот этот фолиант 1608-1617 года, я даже боюсь их трогать, почему? Потому что они очень ветхие. Аналогов нету. То есть, видимо, на то время, когда они были изданы, видимо, до сих пор не сохранилось ни одного. Дело в том, что издания до 1700-х годов, они на первых страницах 20-15, на последних страницах, содержат факты истории того времени. То есть первопечатники и мастера, которые в церкви, они описывали события. Там, боярин такой-то поехал на охоту вместе со свитой императора. Что-то еще сделал. Какой-то там другой боярин передал в церковь столько-то мешков чего-то. Такая вот эта уникальная информация с точки зрения истории. Каким образом в Костромской губернии были завезены какие-то поголовья особых английских овец. Вот маргинальные записи и записи, которые содержат исторические факты, с этой точки зрения, это бесценнейшая информация. Ну вот если кто-то там австралиец купил за 14 миллионов, то судя по тому, что этот фолиант намного старше и он один в мире, это уникум, да, вот второй, то, наверное, это должно стоить намного больше, чем вот эти 14 миллионов, которые он заплатил. С точки зрения знаний для нашей и мировой истории, собственно говоря. Вот до этого момента в предыдущем сюжете я уже показывал вот этот вот иконописный подлинник 1785 года, да, издание, в котором очень много маргинальных записей. На последних страниц порядка 20 маргинальных записей, которые, опять же, помимо перечисления всех каких-то там церковных обрядов и святых, они несут записи об истории той общины, которой она принадлежала. Там их много достаточно. То есть книга передавалась старообрядцами из поколения в колени. Кстати, вот здесь очень такая хорошая вырезка, даже вот на торце книг. То есть книга достаточно ценная. На мой взгляд, поскольку она одна, тоже мы не имеем аналогов знаний, вернее, об аналогах, то можно говорить, что это тоже, наверное, там 14 миллионов или сколько-то, вот, ну, должна стоить по логике. Вот, дальше я хотел бы сказать вообще о предметно-тематическом направлении, что из себя представляет книга. Вот, например, сборник, посвященный Наполеону. Он издан во Франции, вот, в 1879 году, вот, который посвящен полностью наполеонистике, вот, Наполеону. Мы не имеем сведений, что есть еще где-то, даже в Ленинской библиотеке мы пытались найти вот такой экземпляр. Вот, нам не удалось его. Ну, наверное, он не сильно такой, я имею в виду, редкий с точки зрения издания. Тут нет данных, сколько их было издано, хотя это юбилейный выпуск. Вот, но, тем не менее, я к чему говорю, что, вот, книга-печатное направление на сегодняшний день недооценено. Ну, почему еще оно недооценено? С точки зрения инвестирования, вот, все инвестируют, там, в искусство, в картины, там, еще во что-то. Вот, книги невозможно подделать. Подделку книг старопечатных отличит, наверное, даже, там, первокурсник любого, там, вуза искусствоведческой направленности. Не говоря уже про специалистов. Невозможно подделать ни микрофлору, ни страницы, ни оклад, ни оформление. Не говоря уже про маргинальные записи. Таким образом, мы считаем, что сейчас на рынке сложилась уникальнейшая возможность с точки зрения скупки подобных объектов, поскольку это еще не 14 миллионов далеко, хотя цены поднялись, вот, невзирая, там, на все кризисы. И, например, даже в России, там, многие книги старопечатные, особенно, там, 17 века, уже достигают цен, там, в 30 тысяч долларов, 50 тысяч долларов. Редкие экземпляры и уникальные достигают 200 тысяч долларов. Вот такие цены уже есть. Но они все равно не догоняют ту планку, которую они должны стоить в реалиях. Вот австралийский миллионер, он это уже почувствовал и, видимо, инициировал вот такой взлет на эти цены реальный. Потому что на сегодняшний день это предметно-тематическое направление, на наш взгляд, недооценено. Вот так вот.